Приветствую! Данное видео посвящено обзору судебной практики по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. И мы посмотрим с вами, какое количество судебных решений вынесла судебная система, сколько приговоров реальных, сколько приговоров условных за уклонение от мобилизации, и посмотрим, за что выносились эти приговоры и какие последствия ждут людей. При этом данное видео вполне возможно окажется последним обзором судебной практики по одной простой причине. В кулуарах Верховной Рады сейчас и входят разговоры о том, чтобы закрыть реестр судебных решений в той части, которая касается дел, связанных с выполнением воинской обязанности. То есть все дела, которые связаны с, тем или иным образом связаны с выполнением воинской обязанности, приговоры за уклонение от мобилизации, за дезерстирство, за СЗЧ и так далее, хотят закрыть и не давать доступ людям к реестру в этой его части. То есть условно там какое-то решение суда о разводе, например, вы сможете посмотреть, а приговоры за уклонение от мобилизации уже будут недоступны. Такое решение обосновывается тем, что это чувствительная информация, что по ней, в том числе и враг, может делать какие-то выводы о ситуации, происходящей в стране и в связи с этим хотят закрыть. Пока этого не сделали и пока мы имеем с вами информацию, ту, которая в принципе для нас является показательной. Итак, смотрим, что же у нас было в апреле месяце. А в апреле месяце судебная система вынесла всего 121 приговор, имеется в виду по статье 336 уклонения от мобилизации, и имеется в виду по всей Украине. 121 приговор. При этом из них 79 приговоров условные, то есть это те приговоры, которые, получив которые, люди просто из зала суда поехали домой, все, теперь там они будут являться в пробацию, и отбывать наказание они не будут. 42 реальных приговора. Это те приговоры, где люди, в принципе, пока из зала суда отправились домой, но далее, когда приговор вступит в силу, они уже будут отбывать наказание. При этом обращаю ваше внимание, что в этом месяце 35% реальных приговоров вынесено. И считать я теперь буду уже с прошлого месяца, считаю, от общего количества приговоров. И в этом смысле, по сравнению с прошлым месяцем, у нас чуть меньше, потому что в прошлом месяце было 43% реальных приговоров. Сейчас 35. И вот смотрим, какое же наказание получили люди, которые получили реальные приговоры. 37 человек получило 3 года, то есть это реальный срок уже лишения свободы, который будет отбывать человек в соответствующих местах. 2 человека получили 1 год. Это дозволяется. Уголовный кодекс Украины разрешает уменьшить наказание. Вот уменьшили до 1 года 2 счастливчикам, скажем так. Один человек получил 3,6 года условно, 1,4 и 1,5 и 2 года. И вот тут вы, конечно, можете сказать, как так 5 лет и 2 месяца нельзя больше назначать. Да, мы знаем, что по статье 336 максимальная санкция 5 лет. Это по совокупности. То есть вот там, где человек получил 5,2 года, и там, где 3,6 лет, это по совокупности. То есть люди совершали дополнительно еще какое-либо преступление, и им, соответственно, назначалось такое наказание. Как мы с вами видим, апрель месяц не такой показательный, не яркий, никаких таких ярких изменений в статистике нет. Кстати, обращаю ваше внимание, что в мае месяце я делаю обзор за апрель. Ну, понятно почему. Почему? Потому что приговоры пока в реестре есть в полном объеме только за апрель месяц. А каких приговоров, кстати, здесь нет? Кто обратил внимание? Оправдательных. Ни одного оправдательного приговора. В принципе, это, наверное, нормальная работа судебной системы. Нормальная в том смысле, что привычная, что судебная система вообще редко выносит оправдательные приговоры. За что вынесены обвинительные приговоры? Самое популярное нарушение, пожалуй, это не явка по повестке. То есть, когда человек пришел в ТЦК, прошел в ЛК, ему дали повестку на отправку, но не на тот же день, а, например, ему дали через три дня, на какую-то дату через неделю. И вот человек в указанный срок просто не явился по повестке. Также одним из популярных нарушений является отказ от повестки на отправку. Причем это тоже после прохождения ВЛК. Ну и, наверное, третье по популярности – это написание заявления об отказе от прохождения воинской службы. И во всех этих случаях, подчеркну, людей привлекают к уголовной ответственности только лишь после того, как они прошли ВЛК и были признаны пригодными к воинской службе. Далее, что будет с этими людьми, которые получили условно? Можно ли им вручить снова повестку? Можно ли поставить вопрос о призыве их на воинскую службу? И можно ли их призвать? Да, можно. В связи с последними изменениями в законодательстве, это теперь прямо уже предусмотрено, что человек, который находится на испытательном сроке, вот условные приговоры с точки зрения юриспруденции, корректно называть, юридически точно, да, это испытательный срок, пребывание на испытательном сроке. Вот. И, соответственно, эти люди могут призываться на воинскую службу. Кто-то сейчас скажет, а как они будут являться в пробацию и так далее. Ну, друзья, вы понимаете, что это технический момент, и их просто будут освобождать от этих обязанностей в связи с тем, что их призвали на воинскую службу. Если, конечно, они согласятся. А если они не согласятся, что будет в этом случае? В этом случае человека будут, скорее всего, уже привлекать к уголовной ответственности с назначением реального наказания. Пока мы встречали только один такой приговор, но, как говорится, лиха беда начала, да, вот. Вполне возможно, и дальше судебная практика пойдет по этому пути. Хотя там тоже есть вопросы, даже с точки зрения позиции ЕСПЧ. Но будем смотреть, забегать вперед не будем. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.